П, простое число, П больше П. Мы должны понять, чему же равна величина L от Ф в степени С и С в нефральном числе. Господа, во-первых, мы уже знаем, что вообще-то какое-то число К, для которого, по-моему, R обозначали, что 10 в степени R минус 1 делится на V, такое R существует, помните? Такое R существует. Из всех таких натуральных R можно выбрать самое маленькое. Вот оно есть, самое маленькое. А вот дальше очень важная вещь. Делится, надо только что делится. Но никто не гарантирует, что делится именно, что называется, один раз, а не несколько раз. Может быть, когда вы разлагаете число 10 в степени R минус 1, случайно так может получиться, что оно делится или на 5 в квадрате, или на еще что-то. Вот скажем, для тройки так, согласны? 10 в степени 1 минус 1 делится на 3 в квадрате. То, что для больших степеней так никогда не произойдет, совершенно никто не обещал. Поэтому мы с вами должны написать, что вот 10 в степени R минус 1, это есть P в какой-то степени умножить на какое-то там число L, где L не делится на P. То есть, разложить на множители, в том смысле, что выделить все множители P. Понятно ли вам, что в таком случае L от P, L от P в квадрате и так далее, и так далее, и L от P в степени M, это все будет одна и та же величина. Представляете, нам нужно, чтобы 10 в какой-то степени минус 1 делилось бы, например, на P. Мы нашли такое самое маленькое, а оно взяло и разделилось еще там на P квадрат или на P. Вот в таком случае, когда вы будете решать задачу для P квадрат, то на самом деле вы получите тот же ответ. Согласны? Потому что для P уже такой ответ. А вот теперь, короче, важная штука. Оказывается, если вы возьмете число S больше или равное M, то L от P в степени S это будет R умножить на P в степени S минус M. Позвольте, какой эффект. До определенного момента функция L просто-напросто одна и та же. L от P, L от P квадрат, L от P в степени M это все время R. А сразу после этого каждый раз при увеличении S на единичку будет функция умножаться на P. Если вы секундочку подумаете, то вы поймете, что на самом деле мы это уже доказали. То есть два раза я это уже написал для конкретных чисел. Давайте я это сейчас напишу еще раз. Вот, например, я это докажу, когда S равняется M плюс 1. Вот, смотрите, представим себе, что мы интересуемся таким числом, что 10 в степени, не знаю, там, K минус 1 делится на P в степени M плюс 1. Понятно ли, уважаемые публики, что если делишься на P в степени M плюс 1, то на P в степени M делишься тоже. Более того, даже на P делишься, давайте P это сразу пишем. А если на P делишься, там есть написано, что такое L от P. L от P это некоторая величина R. Значит, K должно делиться на цело на R. Просто потому, что P в степени M плюс 1 делится на P. Значит, если мы ищем, чтобы делиться на R, то оно на P тоже будет делиться. А в таком случае показатель степени должен делиться на R. Отлично. Значит, K делится на R. Это значит, K это RT. Соответственно, это 10 в степени K минус 1, 10 в степени R, T минус 1. А это есть 10 в степени R в степени T минус 1 в степени T. А это мы с вами уже многократно сегодня разлагали. Это будет 10 в степени R минус 1 умножить на T минус 1, 10 в степени R умножить на T минус 2 и так далее, и так далее. 10 в степени R и 1. Ну и дальше, господа, то самое заявление. Вторая должна делиться на P, правильно? Но при этом все эти числа дают остаток 1 при длении на P. Понимаете, количество этих самых чисел, то есть T, должно делиться на P. Ну вот это и есть, потому что надо добавиться в множители P. И так будет все время. То есть здесь вот напишите вместо M в следующем правильном числе. И так все получится. Просто первая скобка всегда будет делиться на меньшую на единичку степень P. Показать меньше на единичку. И вторая скобка должна делиться на P, а для этого количество слагаемых должно делиться на P. Продолжение следует... Продолжение следует...